Так, Константин, Ольга спрашивает, как разобраться с эмоцией страха? Например, я часто боялся, когда на меня кричали по любому поводу. Ой, Олечка, это надо доставать, это нужно реально походить к психологу, то есть разбирать. Я сам себе был психологом, но это надо разбирать эмоции, то есть это надо нырять в те моменты, ну, выяснять, почему вы боитесь, да? То есть это такой долгий процесс, то есть это с трех слов, с кондачка не решишь, поэтому женщины, вообще все женщины перепуганные, кто-то нахально перепуганный, кто-то страшно перепуганный, кто-то истерично перепуганный, но практически все женщины перепуганные, им хочется защиты. Мужчина, я вам открою секрет, он как бы создан для защиты, ну, современных мужиков это сложно, их самих бы под защиту ЮНЕСКО, вот. И женщина, она из-за гормонов, из-за своей женственности, то есть женственность, значит, слабая. Не, она может с перепугу там и латы надеть, и экскаватором управлять, но это с перепугу. То есть женщина сама по себе, ну, настоящая женщина, она должна быть женственной, а женственность, она не подразумевается в латах, да, то есть она не подразумевается, что она будет всех гасить направо-налево. Хотя, опять же, повторюсь, что очень перепуганная женщина может этим заняться, как бы, чтобы просто не бояться. То есть она может мочить все вокруг, чтобы избежать страха. Прикиньте, какой парадокс. Вот. И лечится это только вниманием. То есть вообще я за то, чтобы у каждой женщины был нормальный мужчина. Ну, у нормальной женщины был нормальный мужчина. Почему? Потому что женщина-мужчине дает женственность, ласку, уют, да, то есть, ну, такая вот душевность такую, да. А мужчина-женщине дарит спокойствие, силу, надежность, да. Поэтому, говорят, за мужем, да, то есть она замуж выходит, замужа прячется. Сначала за папу, там, за брата, потом за мужа. Вот. И если женщина живет одна, рано или поздно она все равно скатывается в страхе. Скатывается в любом случае. То есть хочет она этого или нет, она всегда скатывается в страхе. То есть одинокая женщина – это, ну, печаль. Это печаль. Мужик тоже одинокий, не очень. Но одинокая женщина – это перепуганное создание. То есть, фу-фу-фу-фу. Я когда вижу одиноких женщин, ну, видите, я же со стороны мужиков смотрю, как бы. Мне тяжело видеть вообще существ беззащитными, ну, в плане человеческих существ. Детей, там, женщин, да, стариков. Меня очень эта картина тяготит, возможно, потому что я мужчина, да. Вот, и поэтому, чтобы избавиться от страхов, как бы не звучало это, вам нужен мужик. Причем хороший. Ну, в плане, за которым можно спрятаться, который может вам успокоиться, помочь. Только так. Это как черствому мужику нужна женщина, чтобы он расцвел. Этому надо учиться. Это само не придет. Само только, сами знаете, что приплывает. Об отношениях я вообще много, на самом деле, могу рассказать, потому что у меня были разные отношения. Аминь. 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 Аминь.